Здравствуйте, это программа «Город С» и я Елена Чернявская. 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. Мы вспоминаем мужество наших воинов, интернационалистов, принимавших участие в локальных войнах и военных конфликтах. Выражаем слова благодарности и признательности за самоотверженность всем, кто выполнял воинский долг далее от Родины. Вы являетесь гордостью и честью Самары. В Самаре есть организация регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство. Вот она призвана в первую очередь поддержать ветеранов и оказать всяческую помощь. Сегодня я беседую с ее руководителем Андреем Владимировичем Мастерковым. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Ну, в начале программы я, конечно, попрошу вас рассказать о вашей организации. Когда и, самое главное, с какой целью она была образована? 3 сентября 2001 года была организована Самарская региональная организация ветеранов боевое братство. Сначала она существовала как движение, есть такая форма общественная. И с 2007 года стала общественной организацией. Основными целями и задачами организации является это представление и защита ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов правоохранительных органов, членов семей погибших. Это патриотическое воспитание, историческая память, вековечение исторической памяти. Это участие в формировании новой идеологии страны в рамках возрождения, духовного развития России. Ну и, наверное, конечно, еще и патриотическое воспитание. Об этом мы поговорим чуть позже. Но вот вы сказали, вы образовались, Самарское региональное отделение было образовано в 2001 году. Это, получается, в этом году 20 лет вашей организации. Вот скажите, пожалуйста, если, конечно, вспомнить все эти 20 лет, вот с чего все начиналось, как вы организовались и что вы имеете на сегодня, сейчас, можно ли назвать вашу организацию, конечно, самодостаточной, мощной, ну и, конечно, действительно ли она оказывает поддержку, всестороннюю поддержку ветеранам? Ну, конечно, 20 лет – это немаленький срок. И, конечно, пройдя вот эти годы, организация приобрела огромный опыт. Это опыт и по взаимодействию с различными ветеранскими структурами, которые существуют на территории Самарской области и в России в целом. Это опыт работы с государственными структурами, работа с местным самоуправлением. Поэтому, но основной, конечно, задачей общественной организации была, есть и остается это увеличение численности, это увеличение рядов организации. На сегодняшний момент у нас насчитывается 23 местных отделения по Самарской области. Мы объединяем свыше 2000 членов организации. Взаимодействуем, конечно, и заключены различные коллективные договора из Самарской губернской думы, взаимодействуем с правительством Самарской области. И вот в рамках вот этих вот коллективных договоров мы участвуем в различных круглых столах, в различных семинарах, где обсуждаются проблемы ветеранов, членов семей погибших, военнослужащих. И, естественно, в общем-то, предлагаем как на законодательном уровне, так и в рамках различных уже существующих программ. Вот у нас тесное, наладились такие тесные взаимодействия с Министерством культуры, молодежной политики Самарской области, с Министерством образования. В рамках существующей программы патриотического воспитания граждан Самарской области мы проводим уже традиционно много лет такие конкурсы, как конкурс рисунков и сочинений, война глазами детей, конкурс патриотической песни, «ЩИТ России». Участвуем в различных консультативных советах, которые нас приглашают наши члены. Также, конечно, наработано очень взаимодействуем и участвуем в проектах Всероссийской нашей организации «Боевое братство». Такие реабилитационные программы, которые существуют, реабилитационная программа, «Красная гвоздика», «Точка опоры», «Правовой центр», «Точка опоры», есть такой проект. «Что такое подвиг», есть такой конкурс всероссийский, тоже участвуем. «Тропа боевого братства», в различных проектах своих не бросаем, то есть это благотворительный проект. Поэтому мы считаем, что живым участникам боевых действий, членам семьи погибших, нужна постоянная помощь, постоянное внимание. Давайте как раз об этой помощи и об этом внимании мы поговорим более подробно. И все-таки хотелось бы каких-то более конкретных примеров, не общих фраз от вас слышать. Во-первых, какой смысл вы вкладываете в слово «братство»? Вот лично вы, Андрей Владимирович. Ну, вы знаете, кто прошел войну, наверное, понимает смысл вот этого слова. Потому что в экстремальных ситуациях чувство товарищества, чувство боевого братства, оно проявляется, наверное, как никогда. И вот вспоминая свои годы, да, не возникало каких-то сомнений в проведении боевых операций, что тебя забудут, тебя бросят. Вот. И были такие случаи, когда рискуя и поднимали, ну, практически авиацию и все силы, и вытаскивали наших бойцов из каких-то вот таких вот серьезных экстремальных ситуаций. Поэтому «братство» — это такое емкое понятие, которое, ну, наверное, в нем заключен весь смысл, вот и товарищество, и чувство поддержки, и внимания, да, и, может быть, где-то и помощь, там, посильная помощь. Поэтому не случайно мы, обращаясь к друг другу, вот, на различных наших мероприятиях, говорим «боевые друзья». А вот сейчас как раз у нас в кадре фотографии с Афганистана, с той страшной войны, которая унесла жизни очень многих россиян. Вот вспоминая те годы, можете ли вы сказать, чему научило вас это время, и какие, может быть, выводы сейчас в мирное время можно сделать, вспоминая вот кадры той страшной войны? Андрей Владимирович. Вы знаете, вот, наверное, человек, пройдя войну, для себя выносит такие истинные понятия, как жизнь и смерть. То есть, когда человек на рубеже, на грани, да, то есть, он, наверное, понимает вот истинную ценность жизни. И придя оттуда, ребята, в общем-то, ну, участвуют вот в различных патриотических акциях, да, то есть, они вот передают тот опыт, те воспоминания, да, вот уже молодому поколению. Ну, не случайно, вот на примерах афганцев воспитывались и уже молодое поколение военнослужащих. То есть, опыт, приобретенный в Афганистане, он передается сейчас и в академиях, военных академиях, да, и применяется, применялся и в Сирии, и в других локальных и военных конфликтах, в той же и на Северном Кавказе. Поэтому, вот, все такие вот операции, они, наверное, в общем-то, написаны Крою, и их изучают, и чтобы вот этот опыт, ну... Ну, не повторился больше, это как минимум. Я хочу спросить вас, скажите, сколько в нашем регионе сейчас ветеранов боевых действий, и вот все-таки, что такое боевое братство? Вы собираетесь все вместе. Я подвожу все-таки это к вопросу о том, как сегодня ветераны защищены. Ну, давайте я начну с того, что в регионе у нас 28 тысяч участников боевых действий. Из них порядка 1600 инвалидов, 1400, более 400, 400 членов семьи погибших. И вот это достаточно большое количество. У нас только погибших в Афганистане и в Чечне более 500 человек наших, самарских, которые... Нет. А, 500 всего человек. 500 человек, которые непосредственно погибли. Я не говорю, что... Уже не говорю о том количестве, которые потом в связи с ран, от ран, от заболеваний уже умерли потом. Поэтому это большая цифра, это огромная цифра. И Боевое Братство – это вот та общественная организация, та структурированная общественная организация, которая и ставит своей целью объединить участников боевых действий. Естественно, значит, объединить на добровольной основе. Это обратить внимание органам власти как на местах, так и на федеральном уровне к тем проблемам, которые существуют у ветеранов боевых действий. Потому что люди пострадали за государство и выполняли приказ родине. И ценой, многие ценой своей жизнью, потеряли здоровье члены семьи Пагиши, потеряли своих сыновей. Это кормильцы, в общем-то, на своих. Поэтому... И вообще, мне кажется, как государство относится к своим защитникам Отечества, это характеризует, наверное, отношение вот вообще в целом в обществе. Потому что вся история, наверное, нашего государства российского, она связана вот именно с защитой своих интересов, своих границ, своего многострадального, многонационального народа. Поэтому вот если взять, допустим, послевоенные годы, вот начиная с 45-го года, Советский Союз, а потом и Российская Федерация, участвовала в 39-ти военных конфликтов. Поэтому вот такая мировая ситуация заставляет, в общем-то, отстаивать свои интересы. Нас Великая Отечественная война научила защищать свои интересы, свои границы не на своей территории. Мы помним, какие разрушения, какие жертвы принесла Великая Отечественная война. А предупреждать, насколько это возможно, и если уж и вести боевые действия, то не на территории своей страны. Я все-таки, Андрей Владимирович, с вашего позволения, повторю вопрос, как вы работаете с ветеранами, и какая адресная помощь оказывается семьям погибших. Все-таки вот, подводя даже итог 2020 года, какие бы основные моменты вы могли бы выделить, и все-таки за какой помощью продолжают к вам обращаться ветераны, и скажите честно, как она им оказывается? Ну, давайте вот начнем сначала с законодательной инициативы, о чем я и вначале сказал, что мы активно взаимодействуем и с правительством Самарской области, и с Самарской губернской думы. Приняты два законопроекта, нет, два закона. Это 79-й закон о дополнительных выплатах инвалидам и членам семей погибших. С 2005 года этот закон действует на территории Самарской области. И принят закон 20-й. Это о особых заслугах самарцев на Самарской области, в общем-то, ну, как мы его между собой называем, это закон о орденах. Тот, кто имеет орден, значит, тоже получает, имеет право на доплату. То есть вот эти вот законы, которые сейчас существуют, это была инициатива боевого братства, то есть которая охватывает достаточно большую категорию. Вот, к примеру, вам могу сказать, в рамках реабилитационных программ у нас заключены различные договора с санаториями, с госпиталями по всей России. И только, ну, я уже могу подвести такой итог, вот начиная с 2017 года, как только у нас вот эта программа заработала, мы отправили на реабилитацию более 350 членов боевого братства. То есть это бесплатно, это совершенно бесплатно с членами семьи, то есть это муж, жена и несовершеннолетние дети бесплатно, участник боевых действий, инвалид или члены семьи погибших. Это какие-то разовые мероприятия, или это все-таки делается периодически? Это систематически, это систематически, конечно. У нас из года в год, и вот на 2021 год у нас уже получена определенная квота, и мы подготовили списки, сейчас графики, ну, все у нас там, в общем-то, существует реабилитационная комиссия. А все ли участники локальных войн состоят в Самарском региональном отделении боевого братства? Елена, я сейчас скажу, это помимо, это вот только то, что я перечислил, это то, что в рамках боевого братства. Я не говорю о том, что есть еще и законные, будем так говорить, возможности получить санаторную курортную путевку через местное отделение соцстраха. Это только в рамках боевого братства. Вот с 2017 года по сегодняшний момент более 350 членов боевого братства мы отправили на реабилитацию. в санатории прошли оздоровление. То, что касается различных культурных мероприятий, мы, если проводим, ну, сейчас вот в связи с пандемией, конечно, больших таких масштабных мероприятий, мы, ну, чтобы, в общем-то, пригласить большое количество людей, мы не проводим, потому что есть определенные ограничения. Вот, обязательно готовим какие-то вот подарки, да, то есть матерям погибшим, инвалидам, продуктовые наборы. В рамках вот программы «Красная гвоздика» есть такой фонд всероссийский, и мы обращаемся туда, и вот для членов боевого братства, инвалидов первой группы лежачих, мы получали очень хорошие, комфортные коляски, кровати различные, ортопедические кровати. Это тоже достаточно серьезная помощь. Регулярно проводим оздоровительные мероприятия, День здоровья, когда мы собираем всех членов боевого братства, возим на природу, готовим спортивные мероприятия с членами семей, ну, и члены семей тоже принимают участие, уже и внуки участвуют, и все это объединяет и оздоровляет вот внутри организации наших членов. Еще психологическая поддержка, да? Конечно, да. Имеет место быть. Также, если есть какие-то проблемы, ну, вот, допустим, член боевого братства обратился в свою поликлинику, и где-то ему так вот, ну, будем так говорить, отнеслись не совсем внимательно. Естественно, значит, организация подключается, делаем определенные обращения, в общем-то. То есть, юридическая защита. Юридическая защита. У нас вообще существует правовой центр, который бесплатно профессиональные юристы оказывают консультативную помощь. Вот только за один год, вам скажу, за 19-й год, мы провели более 300 семинаров. То есть, мы ездим по области, совместно с представителями органов власти, проводим такие вот семинары, приглашаем туда участников боевых действий, и не только членов боевого братства, и всех желающих. У кого есть вопросы, разъясняем законодательную базу, которая существует. Берем те вопросы, которые есть и требуют, там, я не знаю, вплоть до судебного разрешения, мы тоже участвуем. Вот 300 таких семинаров мы провели только за прошлый год. 175 человек уже по итогам этих семинаров обратились с теми проблемами, которые у них существуют. И наши сейчас юристы в работе. Несколько дел у нас в гражданских судах, и есть выигрышные дела. То есть, здесь оказана достаточно большая помощь. Это все делается совершенно бесплатно. И хочу сказать, большая, конечно, вот проводя вот эту работу юридическую, мы же делаем анализ существующего законодательства. Мы смотрим, где нужно поправить, где нужно выйти с какой-то законодательной инициативой. То есть, законы, они же не могут быть постоянные. То есть, их нужно совершенствовать, поправлять, предлагать. И, в общем-то, и нам это удается. Вот буквально в прошлом году совместно с депутатами Губернской думы, с депутатами Государственной думы, с представителями органов власти местного самоуправления, с участием наших местных организаций, да, и всех желающих представителей других общественных организаций, мы провели круглый стол по совершенствованию законодательства Самарской области. Определили несколько направлений, по которым мы сейчас двигаемся. Отправили рекомендации во все структуры. Сейчас вот ждем, ну, будем так говорить, результатов и выйдем в законодательную инициативу. Ну, уже то, что приняли участие депутаты Государственной и Губернской думы, это говорит о том, что, естественно, итогом вот этого круглого стола будут предложения в совершенствовании Самарского законодательства и в федеральные тоже, федерального законодательства. То есть в этом плане большая работа проводится, а столько, сколько мы проводим уроков мужества, различных патриотических акций, такие как «Что такое подвиг?» Вот только за 2018 год 15 тысяч детей, школьников, приняли участие вот в этой акции. То есть это каждый ребенок рисовал рисунок на тему, что такое подвиг. И он получил от боевого братства диплом и грамоту. По итогам вот этого конкурса, ну, это, конечно, мы совместно проводили с Министерством образования, с Департаментом образования. И по итогам было сформировано жюри, которые мы лучшие работы отбирали, на всероссийский конкурс направляли, и дети, в общем-то, получали различные призы, награды. То есть это тоже, будем так говорить, такая вот патриотическая работа, которая на сегодняшний момент просто необходима. Не могу с вами не согласиться, и в то же время хочу предоставить вам слово для поздравления. Наша программа выходит вот как раз в день этого праздника, Дня о памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Что бы вы хотели пожелать членам братства, ну, и всем ветеранам, конечно, локально? Ну, конечно, спасибо вам за предоставленную возможность. Я хочу всех поздравить участников боевых действий с этим днем, с нашим днем. Пожелать, прежде всего, здоровья, успехов, благополучия семьям. Помянуть обязательно в этот день всех, кто не вернулся с полей сражений. Пожелать здоровья членам семьи погибших. Это матерям, отцам. Поэтому это наш день, и мы его вспоминаем. И обязательно приходим к нашим памятникам на территории Самарской области и возлагаем цветы. Поэтому всем здравия, хорошего настроения, успехов в нашей совместной работе. Ну, а боевое братство будет всегда стоять на страже интересов ветеранов локальных войн. Безусловно. Спасибо вам большое за интервью. И прежде чем проститься с вами, уважаемые телезрители, я хочу, чтобы вы остались с нами сейчас и посмотрели сюжет. Моя коллега Инесса Панченко в том году снимала проект «Исполнить приказ». И вот сейчас давайте все вместе посмотрим этот сюжет. Ну, а я прощаюсь. Всего хорошего. До свидания. Молодым лейтенантом я проходил службу в городе Талдыкурган, Казахстанской ССР. И 5 ноября 1981 года меня срочно вызвали в штаб округа на собеседование. По приезде туда мне рассказали, что я хороший боевой офицер, но необходимо зарекомендовать себя в боевой обстановке. Тем более я холостой, неженатый, на что я с удивлением отметил, что я женат и у меня вот-вот должен родиться ребенок. Мне сказали, что вы все равно хороший, надо ехать. Я поехал. Самая длительная и продолжительная боевая операция, в которой я участвовал, это так называемая Панченкоская операция, которая началась 13 апреля 1984 года и закончилась 4 ноября 1984 года. Но если сравнить, берлинская операция 16 апреля началась, 2 мая закончилась. То видите, по продолжительности сколько было. То есть враг был очень непростой. Боевые действия в основном велись в горной подготовке. И наши солдаты, наши офицеры, даже в таких условиях, в условиях жары, в условиях, когда был только сухой паек, все равно наши солдаты и офицеры проявляли чудеса мужества, находчивости, смекалки, взаимовыручки. И только тогда и там проявилась вся наша человеческая сущность и сущность солдатской дружбы. Молодым всегда кажется, что это случится с кем угодно, а не с тобой. А вот тут вот не очень для меня удачно вышло. Вышло это самое задание, выход. Но в итоге, товарищи, спасли те же самые мои, которые из Кабула многие, из пересылки той самой год назад. С ними, когда познакомился, знали меня. Очень показательный факт. Они, чтобы меня поскорее вытащить, ну там пальба идет, всякая такая шумиха, шумовая завеса, естественно, все свистит, все гремит. Вот, они, чтобы побыстрее раненых спасти, и меня прежде всего по себе, потому что судить могу, потащили прямо по минному полю, будучи сами саперами, прекрасно зная, к чему это приведет. Вот, кстати, на следующий день это поле они снимали, там около 15 или 20 мин по нашему пути, они разминировали. Противопехотка, а под ней 5 килограмм тротила, дополнительный заряд. Живым тральщиком просто пошли, чтобы остальных раненых можно было вытащить. И ни для кого это там не было чем-то удивительным, уникальным, никто это героизмом не считал. Это было общее состояние всей нашей, наверное, 40-й армии. Сам погибай, товарищи, выручай. Есть тяжелые моменты в жизни, которые лучше не вспоминать. Есть моменты в жизни, те, когда вертолет подбили, на котором я был, слава богу, что он не взорвался. Это тоже такой момент благословляет. Даже это, скорее всего, я считаю, что и Бог есть, поэтому многие, что военные, они все верят практически в Бога, никуда от этого не денешься, потому что всегда, когда в трудную минуту, когда начинается что-то такое тяжелое, опасное, ты не к кому-то обращаешься, обращаешься именно к нему. И иногда даже получается так, как ты просишь. Те, которые побывали на войне, это намного благороднее люди, чем те, которые эту войну ощущают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова